Всем хай вы на канале NoCube и добро пожаловать в мое новое видео по Майнкрафту. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать мод DivineRPG и сейчас мы с вами отправимся в самый настоящий кошмар, а именно мир под названием Визея. И чтобы отправиться в этот мир нам потребуется Кровать Кошмаров, создается из трех досок Мортума, которые создаются из древесины Мортума, а также трех блоков Мортума. Для каждого из этих блоков нам нужно 4 фрагмента, 4 души и одно сердце Мортума. То есть вам придется немножко поубивать монстров Мортуми, немножко подобывать фрагменты и немножко поубивать боссов. И вы сможете, ребята, создать Кровать Кошмаров. А теперь давайте же просто в обычном мире выкопаем где-нибудь какую-нибудь темную такую ямку себе. Давайте прямо сейчас вот так вот это сделаем, блоками застроимся, чтобы здесь было темно. И здесь нужно установить эту кровать. Работает она у нас только в кромешной темноте и жмем по ней правой кнопкой мыши. И мы с вами, ребята, как бы засыпаем и вот мы оказываемся вот в этом мире. Мир вот этот у нас называется Визея и представляет он у нас из себя самый настоящий ночной кошмар главного героя. И первое, что нам, ребята, стоит знать, это то, что в этом мире у нас совершенно отдельный инвентарь. То есть когда мы зайдем в этот мир, мы здесь окажемся полностью с голыми руками и нам придется здесь развиваться как бы с нуля. Вещи с обычного мира мы сюда никак не сможем занести, ребята, что очень печально. Давайте я сейчас использую зелье ночного видения, потому что здесь очень темно. И в принципе-то вам подробнее про весь мир расскажу. Когда мы с вами засыпаем на кроватке, у нас вот в этом мире появляется вот такой вот портал необычной формы. И именно этот портал единственный наш способ отправиться обратно домой. То есть ни в коем случае не теряйте этот портал, потому что если вы его потеряете, вы можете застрять в этом мире даже навсегда. Ну а теперь давайте же узнаем, как нам начинать развиваться в этом мире вообще. Потому что у нас с вами ничего абсолютно нету. Мы полностью как бы бомжи, да. Давайте сейчас попробуем срубить дерево. Вот мы рубим-рубим. И у нас появился вот такой, ребята, мини-босс, Энд, имеет 50 хп. Поэтому вот вам такой небольшой совет для начала. Ни в коем случае не идите рубить деревья. Здесь у нас развитие происходит по-другому, не путем добычи дерева. Из дерева, кстати говоря, мы не сможем сделать ни верстак, ни досок, ни вообще ничего. Чтобы начать развиваться, старайтесь избегать опасных монстров и охотиться на слабых. К примеру, вот на таких вот слабых, имеющих 10 хп. Убивать вы их будете прямо обычной рукой, и вот так вот, в принципе, у нас будет выглядеть с ними битва. Благо, они не такие уж сильные, и убить их не составит труда. Но здесь также есть и опасные обитатели. Один из таких опасных обитателей это кислотная ведьма. Вот такие жуки, имеющие 25 хп, они за собой оставляют вот такой вот кислотный блок, который будет наносить нам урон, если мы будем его касаться. Но нам их тоже нужно будет убивать, с них выпадает очень полезный ресурс. Но кислотная ведьма это кислотная ведьма, а есть у нас здесь по-настоящему опасная тварина. Зовут ее Крушитель Снов, имеет целых 60 хп. И вот этих тварей, ребята, старайтесь просто обходить за километр, потому что они невероятно опасны, и они создадут вам кучу проблем, если вы пойдете на них абсолютно без никакого лута. Но запомните, что главное правило выживания в этом мире это охотиться на тех, кто слабее вас, и опасаться тех, кто сильнее вас. Итак, ребята, а теперь поговорим вообще о безопасности в этом мире. Как же создавать себе безопасные зоны, скажем так. У нас, во-первых, здесь встречаются вот такие вот специальные фонари, и их можете заряжать, ребята, кислотой, которая выпадает с кислотных ведьм. Положив одну кислоту в такой фонарь, он у нас будет светить и вечно, то есть он у нас не будет тухнуть, и кислота не будет расходоваться. И как вы знаете, в Майнкрафте работает такой принцип, что на освещенных территориях мобы либо вообще не спавнятся, либо спавнятся очень редко. Далее посмотрите вот на этот красный светокамень, который у нас расположен на земле. Его можно добывать прямо голыми руками, и я рекомендую вам собирать его, и вот так вот примерно расставлять по миру, также освещая его. Это более дешевый такой вариант ламп, и он тоже реально, ребята, работает. Но лампочки и светильники это хорошо, а деревня жителей с полностью безопасными домиками это еще лучше. Они у нас вот такого синего цвета, ребята, как вы видите, и они у нас парят над землей. Соответственно, сюда никакие твари не залезут и не достанут вас в этих домах. Давайте сейчас зайдем в один из них и посмотрим. Здесь у нас все вокруг освещено, и стоит вот такой вот немножко страшный NPC, у которого мне безумно сильно нравится моделька. Хорошенько запомните его внешность и то, как его находить, потому что именно этот NPC станет вашим лучшим другом во всем прохождении мира визея. Обратите внимание сейчас на вот этот предмет. Это у меня вот такие зеленые жемчужинки. Жемчужины выпадают буквально со всех мобов в этом мире. Соответственно, убивая кого угодно, будь то самый слабый или самый сильный, вы будете получать вот этот предмет. Из-за него вы сможете у этого NPC покупать различную еду, которую вы здесь сейчас видите. Помимо этого инструменты. Это, кстати говоря, единственные инструменты в этом мире. То есть других инструментов вы уже не получите, поэтому обязательно ими затаривайтесь. И также самое главное, он у нас продает вот такие, ребята, шаблоны. Давайте возьмем буквально все шаблоны, которые у него только продаются. Обязательно обратите внимание на то, что шаблонов брони нам потребуется достаточно много. Также мы можем у него покупать различных декоративных блоков, ребята. Тут земли можем купить, целый стак сразу, стекла и много чего еще. В том числе осветительных приборов, сундуки, стрелы для местных луков. Тут вообще у него достаточно-таки много лута. Но дальше уже будут идти предметы за желтые жемчужины. Они уже более сложным образом добываются. И попозже мы к ним еще с вами вернемся. Ну а теперь давайте я вам расскажу, как здесь создать себе свое первое снаряжение. Первым делом найдите небольшую группу вот таких вот загадочных людей, которые имеют по 20 хп. Это очень на самом деле криповые существа, но на самом деле они дружелюбные. И на правую кнопку мыши нажав по ним, они нам дадут вот такие глыбы тикера. То есть вот эти ребята, с которыми я сейчас поговорил, они на нашей стороне. И они нам втихаря помогают так, чтобы остальные обитатели этого мира об этом не узнали. И теперь посмотрите вот сюда. Нам нужно будет найти вот такую вот станцию крафта. Она у нас окружена зеленым таким бедроком. И в центре у нас несколько столов. Итак, жмем правую кнопку мыши по столу, и мы видим, здесь такое окошко крафта открывается. И как уже можно по логике догадаться, в нижний слот мы будем класть какой-нибудь шаблон, в верхний слот мы будем класть вот этот материал, который нам дали вот эти загадочные люди. И вот мы с вами, ребята, получаем самое первое оружие. Это у нас палаш тикера. Он наносит 4 урона и имеет бесконечное применение. Но сейчас очень важный момент, чтобы вы не путались, ребята, и понимали, как этот крафт работает. Если мы, к примеру, вложим сюда стак вот этих вот глыб тикера, у нас ничего, ребята, не выходит в окне крафта. Но не стоит пугаться, стол на самом деле работает, и работает он исправно. Просто нужно вкладывать ровно то количество этих глыб, которые нужно для создания вещи. То есть, к примеру, если мы мечу доложим 5-ю глыбу, он не будет создаваться. И точно так же, как у нас создается этот меч, у нас может создаваться вот такой вот, например, ребята, коготь, он уже из 2-х глыб создается. Вот такой вот, ребята, лук из 4-х глыб, который создается. И так далее. И так абсолютно со всеми предметами. И вот сейчас, как вы видите, из всех оружейных шаблонов я собрал различные оружия, сейчас я вам вкратце про них расскажу. Первый у нас это коготь, он у нас наносит 3 урона в ближнем бою, и это самое дешевое по крафту оружие ближнего боя. Второе, чуть более дорогое по крафту оружие и чуть более сильное, это палаш тикера, 4 урона. И самый сильный из них это молот тикера, он уже имеет 6 урона. И это самое сильное оружие ближнего боя, которое я вам больше всего рекомендую крафтить, если вы будете выбирать какой-то из вот этих трех типов оружия. Далее у нас идет диск, вот такое вот оружие специальное, оно у нас будет метаться вперед, как вы видите сейчас. И подобно бумерангу из игры Террария или из каких-то других игр, будет возвращаться прямо к нам, к игроку, после попадания по противнику. Далее лук тикера, вот так вот у нас стреляет, наносит от 2 до 5 урона, как здесь и сказано. Стрелы для него покупаются у нас у торговца по имени Голод. Далее посох тикера будет расходовать полоску арканы, которая у вас находится в правом нижнем углу. И при выстреле он создает вот такой вот маленький, отпрыгивающий от поверхности шарик. И третье, достаточно-таки слабое оружие и дорогое по своему использованию, это пушка называется. Пушка у нас стреляет вот такими маленькими снарядами и для каждого выстрела она у нас будет расходовать кислоту. Ту самую кислоту, которая выпадает с моба Кислотная Ведьма. А теперь посмотрите вот сюда, тот самый предмет глыбы тикера. Это у нас одна из множества глыб и причем самая слабая. Чем более крутая глыба, тем более из нее будет крафтиться крутое снаряжение. И создается оно все по одному шаблону. То есть как мы можем, например, из тех же глыб тикера, то что я вам уже показывал, создать снаряжение. Также мы можем из каких-нибудь там глыб пардемала, да, рандомно взятых оттуда, тоже создать какое-нибудь снаряжение. И фактически, чем более крутая глыба, чем более она сильная, тем больше этих глыб нам нужно. И тем более сильное оружие мы с вами получим. Но оружие, которое создается из глыб Аксиана, самое крутое, так оно вообще наносит 37 урона и будет требовать 24 глыба Аксиана. И ровно так же, как это работает с тем же палашом, это точно так же будет работать с посохом, да и вообще с чем угодно. К примеру, вот самый крутой посох будет наносить у нас 36 урона и будет крафтиться из 21 глыба Аксиана. И предметов, создающихся из этих глыб, у нас здесь огромное множество. Посмотрите, вот все разновидности палашей, которые создаются из всех вот этих вот глыб, которые мы здесь справа видим. Также там различные луки, пушки, когти, диски, посохи и так далее, ребята. То есть вы сейчас, в принципе, уже научились, как развиваться в этом мире. Но с брони у нас делишки обстоят немножко иначе, нежели с оружием. И для брони у нас подойдут только первые 5 глыб из этого списка. Остальные же 4 у нас не будут подходить уже для создания брони. То есть фактически самая крутая броня будет собираться из глыбы пардемала. И сейчас я вам покажу, как собирать броники. Давайте сначала соберем себе самую слабую броню. Возьмем немножко глыб тикеров, вкладываем их сюда. И вот мы сейчас из 5 глыб получаем первые ботиночки. Далее мы получаем уже шлем, еще один вид шлема, еще один. Далее штаны и после этого нагрудник. Ну вот мы сейчас с вами скрафтили самый слабый сет брони. И теперь вы спросите, почему же здесь 3 шлемака? А сейчас я вам объясню. В мире визея у каждой абсолютно брони есть 3 вида шлемаков. И все они на разные классы. То есть, к примеру, вот этот зеленый шлем называется маска. И он будет давать бонусы для игрока, который в основном специализируется на дальних атаках. Далее идет у нас капюшон. Он идет у нас уже бирюзового цвета. И дает он у нас бонусы к магическим всяким характеристикам. И последний шлем, он у нас называется именно шлем. Он фиолетового цвета и дает уже к ближнему бою разные характеристики. И по названным мною цветам вы можете понимать, какой шлем подходит для какого класса. И это работает не только на вот эту самую слабую броню, которую мы создали. Это работает также и на самые сильные броники звезей. То есть, к примеру, вот фиолетовый на воина. Бирюзовый это уже на мага. И зеленый это на лучника. Но еще один очень важный момент, что с броней нельзя будет соединять абсолютно любой шаблон с абсолютно любой глыбой. То есть, демонический шаблон у нас не будет работать с вот такой вот глыбой тикера. Сколько бы мы ее туда, ребята, не вкладывали. Поэтому у нас каждому шаблону соответствует каждый вид глыб, из которого крафтится броня. То есть, деградировавший шаблон соединяется с глыбой тикера. Далее, готовый шаблон соединяется с глыбой амчирмиса. Блестящий шаблон с глыбой дарвина. Демонический с глыбой сермила. Мучительный, самый крутой, с глыбы парадемала То есть самый крутой для брони И все вот эти шаблоны, которые у нас здесь есть Продаются у голода за разные ресурсы И естественно мы еще с вами к ним вернемся Ну а теперь ребята представим Мы с вами собрали себе полный сет снаряда из глыб тикера Мы с вами уже готовы к приключениям И хотим добывать более крутые глыбы Из этого мира визея И в этом нам с вами помогут вот такие вот структуры Которые у нас также спавнятся в этом мире Это у нас ребята вот такие небольшие территории Огороженные со склепами внутри Давайте мы сейчас туда собственно зайдем И зайдя в этот зеленый вход Мы с вами ребята начнем просто вот так вот Прямо раскапывать землю в этом склепе Сейчас я в креативе его расчищу И покажу вам что вы здесь можете найти Ну вот собственно я раскопал этот склеп И при входе мы видим вот такая маленькая комнатушка Будет здесь стоит вот такая лампа И ниже нее это уже не лампа Это спавнер, вы можете отличить его по вот таким Оранжевым частицам И это у нас спавнер мобов, здесь у нас будут появляться Какие-то противники, которые будут нам мешать С этого сундука у нас выпали как раз таки уже вторые по силе Это глыбы амчирмиса Немножко грязного жемчуга и еды Дальше идем по коридору Находим здесь вот такую комнату И здесь у нас уже вот такой хранитель склепа Нажав по нему правой кнопкой мыши Аналогично с предыдущим Он нам уже даст вот эти глыбы амчирмиса Которые будут покруче Сундуков мы также здесь сможем налутать Еще немножко хавчика Вот такую вот кислоту И еще побольше вот этих глыб амчирмиса Зафармив несколько вот таких склепов И добыв кучу вот таких глыб амчирмиса На второй этаж этого мира Находится он у нас прямо над нами То есть нам придется просто в выживании Простроить такой столб вертикальный Докопаться досюда И прокопаться собственно через весь пол Чтобы попасть вот на этот этаж Это уже ребята второй этаж визе И вы видите здесь у нас уже преобладают красные деревья И здесь будут встречаться чудовища поопаснее Чем на первом этаже Вот например у этой твари даже целых 60 хп Одни из самых прикольных существ наверное здесь Которые мне очень сильно нравятся Это вот эти вот бифроны Которые умеют менять гравитацию Они могут ходить как по полу так и по потолку Также тут есть вот такие турели мандрагоры Будьте с ними очень осторожны Они стреляют в нас самонаводящимися снарядами От которых практически невозможно уклониться Поэтому ребята реально соблюдайте с ними осторожность Убивая мобов в этом мире Мы с вами ребята уже получаем вот этот вот очищенный жемчуг То есть желтые жемчужинки Которые у нас служат для торговли с голодом И покупок следующих предметов после зеленых Давайте посмотрим За них мы уже сможем купить в итоге конфетки мечты Это хилка Далее готовый шаблон уже для второго сета брони Который собирается из глыб амчирмиса Также различные более усиленные стрелы Для более сильных луков из более сильных глыб Амулет шахтера Который будет увеличивать скорость вашего копания Если находится у вас в инвентаре Ну и на этом все Дальше уже потребуются красные жемчужины А за красными жемчужинами нам дорога Либо на третий этаж Который находится над вторым Либо вот в эти данжи Которые мы здесь с вами ребята видим Давайте мы сейчас зайдем в него Это у нас уже вот такая черная пирамида данж Пролетим по коридорчику Здесь у нас встретит спавнер И сундуки с лутом В принципе этот данж особо ничем интересным не выделяется Главное здесь то Что здесь у нас появляются враги Которые будут нас атаковать И то что у нас здесь различные ребята Сундуки с различным лутом Также здесь будет уже не хранитель склепа А хранитель храма Который будет нам давать уже вот такие вот глыбы сермила Которые намного круче И после того как мы с вами ребята облутаем Несколько этих пирамид У нас будет немножко всякого хавчика Хилок Много различных жемчужин В том числе даже и третьего и четвертого уровня А также различные глыбы И теперь смотрите За красные жемчужины Мы покупаем себе обязательно огниво сновидений И обязательно покупайте у него за вот эти красные жемчужины Либо же блестящие шаблоны Либо демонические Зависит от того каких у вас больше глыб Блестящий шаблон надо соединять с глыбами Дарвина И тогда вы будете получать броню состоящую из этих Либо же вы можете создавать более сильную броню Уже из демонических шаблон и глыб сермила Которых мне выпало намного больше И скорее всего у вас их будет тоже ребята больше Помимо черных пирамид Которые мы сейчас с вами рассмотрели Бывают еще зеленые пирамид И отличаются они у нас только внутренним убранством И в принципе то на этом и все Но есть у нас еще один данж Помимо этих двух пирамид Это вот такой вот огромный зеленый улей Давайте сейчас зайдем в него И просто посмотрите какой он офигенный Он мне очень сильно нравится Тем как он внутренне обустроен Здесь еще такие крутые лампы свисают на слизи Это ну прям вообще офигенно как по мне Я думаю вы со мной ребята согласны И здесь у нас в данже нету никаких сундуков Спавнеров вообще ничего такого Только вот такое вот одно белое яйцо По нему нам нужно нажать правой кнопкой мыши И у нас призовется босс королева улья И сразу же оговорюсь босс как по мне практически бесполезный Сейчас мне с него вообще ничего не падало Учитывая что я убил его несколько раз Поэтому скорее всего сейчас босс в плане лута полностью бесполезен Единственное для чего я ему сейчас нашел применение Это ферма вот этих вот зеленых жемчужин Как вы помните именно за них у нас покупаются Самые различные там стрелы, сундуки, блоки, еда И все в таком духе И соответственно этот босс у нас будет призывать Бесконечно вот таких разных миньонов Всего их два вида как вы видите Это оса и вот такой вот скелет Из обоих этих миньонов нам выпадает зеленая жемчужина Соответственно убивая вот этих миньонов Фармить себе вот эти зеленые жемчужинки И за них все ребята себе покупать Ну вот мы сейчас изучили все три вида данжи Которые встречаются у нас на этом уровне Скрафтили себе крутую снарягу из местных глыб сермила И теперь поднимаемся на этаж ребята выше На этом этаже у нас будут встречаться Еще более опасные и причудливые мобы У которых кстати на самом деле охренительные модельки Посмотрите хотя бы вот на этого Какой он прикольный Со врагов при смерти у нас здесь уже будут дропаться красные Вот такие вот ребята жемчужинки А загадочные люди здесь будут синего цвета И они будут нам давать глыбы пардемала Те самые глыбы которые используются для крафта Самой крутой брони из этого мира Также на этом этаже у нас встречаются два данжи И посмотрите как забавно Они у меня оба сгенерировались Первый данж это у нас вот такой вот как бы научный комплекс На нем буковка К сверху написана Давайте мы сейчас с вами в него зайдем И здесь мы сразу же обращаем внимание на два сундучка по бокам Давайте сейчас их облутаем Сейчас в хотбаре вы видите у меня то что мне выпало с них Полированный жемчуг Стрелы кароса Глыбы кароса Уже достаточно таки крутые Ну а теперь достаем огнем во сновидении То самое которое мы покупали у голода И жмем им правой кнопкой мыши по вот этому алтарю У нас появляется босс карос Это вот такой вот желтый инопланетянин И во время битвы с ним Начинается у него две вот такие специальные атаки Первая это то что вот эти раздатчики по бокам Стараются в нас попасть и убить Вторая его атака это то что из вот этих вот На потолочных ламп так сказать На самом деле будут выстреливать бомбы А не какие то необычные потолочные лампы Поэтому будьте с этим осторожны Помимо этого везде где на пол наступает босс Пол будет становиться ребята огненным Хпшек у босса просто чертова килотонна И каждый раз когда он будет получать урон Его атаки все больше и больше будут работать Я думаю вы прямо сейчас видите Как тут вот эти вот раздатчики вокруг спамят Как периодически вот эти бомбы у нас бомбят И как здесь загорается пол ребята При смерти он дропает у нас каменные фрагменты И еще немножко вот этих вот глыб кароса Которые нам пригодятся для крафта различного оружия А теперь второй данж который чуть-чуть обрезался Но не потерял своего смысла Здесь у нас стоит вот такой вот ребята сундучок Сразу же его ребята лутаем Нам выпадает уже глыба квадротика У меня кстати выпало еще одно огневое сновидение Достаточно таки неплохо И теперь собственно этим самым огневым сновидением Жмем по вот этому алтарю И появляется у нас босс квадро Вот такой вот имеет 4000 хп И при смерти босс у нас дропнет Еще немножко вот этих вот глыб квадротика То есть теперь мы сможем уже выбирать сами Из чего мы хотим крафтить себе снарягу Из глыб квадротика или же из глыб кароса А теперь посмотрите внимательно на предмет Который нам выпал с кароса Это были каменные фрагменты И за 25 каменных фрагментов Мы с вами можем здесь создать Самое сильное оружие ближнего боя Во всем мире Визея 46 урона Ну а теперь когда мы зафармили вот этих двух боссов И скрафтили себе снарягу из местных глыб Мы с вами можем отправляться уже ребята На четвертый последний этаж мира Визея Он у нас уже под открытым небом И здесь по-настоящему так свежо и свободно Чудовища которые здесь встречаются имеют ну просто офигительные модельки Как по мне посмотрите хотя бы вот на это существо Если хотите поудивляться посмотрите еще вот на это существо Очень такой прикольный глаз Слетающий вокруг хребтовой дугой Очень как по мне интересно сделанное создание Также здесь есть вот такие вот специальные големы У которых вместо одной руки огромная булава Второй руки попросту вообще нет А также вот эти вот глазастые кубы по имени Зарагоны Просто посмотрите какие они реально прикольные И они еще очень гигантские Даже больше чем гасты И самое главное что с этих существ на этом этаже Будут выпадать уже сверкающие жемчужины Самые крутые жемчужины из всех которые здесь есть И вот ребята навыбивав вот этих сверкающих жемчужин Мы наконец-то можем вернуться к торговцу по имени Голод И купить у него предметы которые продаются за фиолетовые жемчужины Давайте в первую очередь обязательно себе купим лунные часы Они нам сейчас очень сильно пригодятся Далее обязательно покупаем себе вот таких вот хилок ребята Они у нас намного уже сильнее чем предыдущие которые мы могли покупать И также обязательно купите себе вот этих мучительных шаблонов Чтобы собрать себе броню из глыб пардемала Которую мы добыли с вами на этаже чуть-чуть пониже И вот собрав самое крутое на данный момент оружие из глыб кароса И броню из глыб пардемала Мы с вами готовы сражаться с финальными боссами мира Дивайн РПГ Визея Первый босс которого мы сейчас посмотрим это Леди Луна Спавнится у нас вот в таком вот лунном садике с такой небольшой оградкой И здесь у нас стоит собственно алтарь самого босса Для призыва нам пригодятся лунные часы Жмем правой кнопкой мыши и у нас появляется сам босс И босс у нас работает достаточно таки странно Она у нас наверное немножко забагованная У нее есть три цвета Которые должны защищать от определенного типа урона К примеру там скажем зеленый от атак в дальнем бою Синий там скажем от магии Но работает он у нас как-то через раз То есть то синий защищает от магии То синий защищает от ближнего боя То от дальнего То есть ну вообще как-то непонятно сейчас это все работает система Возможно босс забагованный Поэтому надеюсь что его пофиксят Также как вы видите подобно кислотной ведьме Босс за собой оставляет следы лунной кислоты Которые также будут очень сильно нас ребята дамажить И победив этого босса мы с вами получаем оружие массово зрелищное Это у нас пушка самая крутая Будет расходовать также кислоту как боеприпасы Но у вас теперь наконец-то появится хорошее оружие дальнего боя Следующий босс к которому мы заглянем в гости Живет вот в такой вот ребята красной крепости Давайте же сейчас мы зайдем к нему Здесь нас будет ждать совершенно такой небольшой паркурчик с лавой Вы сейчас его видите у меня здесь Он достаточно таки простой Но я на нем конечно же немножко таки сливаюсь Пройдя этот паркур мы дойдем вот до такого места Где у нас нужно идти змейкой И далее мы доходим до босса Главная тут проблема в том что здесь есть вот такая вот ямка Если вы в нее упадете вы окажетесь вот в такой вот ребята ловушке Из которой вы не выберетесь если у вас нету блоков каких-либо с собой И вот у нас собственно призывалка босса Это вот такой вот алтарь Жмем огневым сновидений правой кнопкой мыши по этому алтарю И появляется босс крушитель Имеет всего лишь 1024 хп Он будет конечно не такой живущий как Леди Луна Будет периодически накладывать на нас замедление И какие-то еще негативные эффекты И при смерти он у нас дропнет свои собственные глыбы Это будут глыбы Аксиана И выброшись из этого данжа мы с вами ребята вспоминаем Что глыбы Аксиана это самые-самые крутые глыбы у нас в моде Дивайн РПГ в мире Визея И последний данжик который мы сейчас с вами посмотрим Это вот такая вот оранжевая крепость Давайте же мы сейчас в нее зайдем У нее вот такой вот небольшой вход И тут мы видим нас ждет такой небольшой совершенно таки паркурчик Давайте мы сейчас его пройдем Все я могу официально заявлять что я мастер паркура И идем дальше и спускаемся вот в такой вот зал ребята Здесь у нас будет три сундука Давайте мы сейчас посмотрим что нам с них выпадет Облутаем их все три И нам с вами ребята навыпадали еще глыбы Гелиозиса Вот такие вот полированные жемчуги Немного хавчика и сверкающий жемчуг А теперь давайте подойдем к алтарю Вызываем и появляется у нас босс Роглок Вот такой вот огромный красный черт имеющий 5000 хп ребята Очень опасный босс на самом-то деле И при смерти босс у нас будет дропать свои собственные глыбы Глыбы Гелиозиса И в принципе-то ребята сейчас мы уже получили доступ К самому-самому сильному снаряжению в этом мире Вот мы с вами в принципе-то и прошли весь мир Визея Мода Дивайн РПГ И сейчас под конец я бы хотел вам показать Самое крутое оружие какого типа здесь существует И как оно получается Во-первых самый крутой коготь у нас не крафтится по шаблону Он у нас выпадает с Леди Луны Это у нас оружие Всесветный Самый крутой палаш также не крафтится Также выпадает с Леди Луны Это молниеносный на 44 урона Самый крутой молот это Маул Кароса Он у нас также не крафтится Он у нас продается у Голода за Рогфрагменты Которые выпадают с самого босса Кароса Самый крутой лук также не крафтится Выпадает с Леди Луны Имеет от 25 до 46 урона Стрелы для него продаются за фиолетовые жемчужины у Голода Самый крутой посох также не крафтабельный Это Всенощный Он наносит у нас 115 урона Арканы Имеет прыгающие снаряды И выпадает он тоже с Леди Луны Самая крутая пушка выпадает также с Леди Луны Расходит в качестве боеприпасов кислоту И имеет 42 урона Не крафтится Ну а самый крутой диск у нас это именно крафтящийся диск Диск Аксиана Создается из глыб Аксиана и шаблона диска Самая сильная броня это измученная броня Создается из мучительного шаблона и глыб Пардемала И имеет достаточно таки высокие характеристики брони И бонусов от шлемов И теперь вы точно знаете какие вещи самые крутые у нас в этом мире Как их получать и вообще как проходить этот мир Я очень сильно надеюсь что мой гайд вам понравился Потому что я очень сильно над ним старался В процессе создания этого видео возникали ну просто огромнейшие проблемы Вплоть до того что я полностью потерял уже готовое отредактированное видео в видеоредакторе Без возможности восстановления И то что вы сейчас смотрите это моя вторая уже версия этого видео Поэтому я очень сильно надеюсь что за мои старания Вы будете готовы мне поставить лайк и подписаться на канал Я правда очень сильно ценю это все И обязательно не забывайте писать мне в комментариях Что бы вы хотели видеть еще Или же если я где-то ошибся в чем-то Обязательно поправляйте меня в комментариях Ну а на этом все Давайте вместе ожидать дальнейших обновлений моды Divine RPG И увидимся в следующем видео Всем удачи и всем пока